Диагностики онкологических заболеваний в Новосибирской области привлекают частные медицинские центры. В регионе работает государственно-частный проект, в рамках которого пациенты при подозрении на онкологическое заболевание по направлению своей поликлиники могут пройти обследование на самом современном оборудовании. О первых результатах такого партнерства Станислав Блинов. Пилотный проект государственно-частного партнерства первичной диагностики и лечения онкологических заболеваний в Новосибирской области начало работу в середине марта. За это время на базе частного медицинского центра по полюсу ОМС приняли больше 200 человек, примерно по 20 пациентов в день, 7 дней в неделю. Онкологический диагноз подтвердился у каждого пятого пациента. Возможность использования коммерческих медицинских организаций в правительстве региона начали обсуждать еще полтора года назад. Проблема, которая чаще всего возникает, это длительное обследование, поздно установленный диагноз, прием пациента на лечение. Все это негативно сказывается на эффективности и результатах лечения. Современное оборудование позволяет практически сразу же получить результат обследования. На данных снимках мы видим все признаки рака молочной железы. Пациентка об этом не знала и благодаря нашему оборудованию высокоточному мы без труда определяем данное образование и уже направляем пациентов для дальнейшей тактики к специалистам онкологического подразделения. Первый в регионе государственно-частный центр амбулаторной онкологической помощи обслуживает пациентов, приписанных поликлиникам Советского и Первомайского районов Новосибирска. На консультацию в частный медцентр Владимир Васильевич направил уролог поликлиники номер 3. Чего-то в почке там появилось лишнее. У меня дыно давно уже, поэтому я периодически прохожу обследование. Ну и вот в этот раз чего-то там не понравилось. И обследование, и последующее лечение онкологических заболеваний пациенты могут получить по программе ОМС. При подтверждении выявленного онкологического заболевания данная медицинская организация направляет пациентов в онкодиспансер. Там уже проводятся все необходимые методы лечения. И потом уже, если требуется проведение амбулаторной химиотерапии, то пациент сюда же возвращается. И здесь уже пожизненно находится на диспансерном наблюдении. Первый опыт государственно-частного партнерства признали удачным. Поэтому сейчас в региональном министерстве здравоохранения обсуждают возможность открытия еще одного подобного центра. Станислав Блинов, Александр Миняева, Новости ОТС.